Мы все, но многие были там и команды. Бомиадо такое место, тяжелое, но где Будды огромные стоят, которые потом дали, потом разрушили. А ребята старались не стрелять по Будду, даже когда оттуда с этих згуд обстреливали лагерь, так что мы берегли. Но эта песня училась в памяти Гладкова Федора Борисовича. Это человек из групп главного развития управления, который работал там же, в Бумиане, и с которым однажды довелось на двух вертолетах лететь в ней. И вот Коля, который здесь сидит, Димитов. И я не помню, кто из вас спас мне жизнь. Потому что обычно уже по гвардолейской привычке знают, что если летит пара вертолетов, то лучше садиться во второй. Потому что это... Не, скажи, давай. Ну ты же я с первым. А, ну короче говоря, кто-то меня пинками это самое выкинул, и в другой вертолет, где вроде бы лететь-то поопаснее будет. Вот и люди-то, журналистов им не жаль, и все. А потом, казалось, когда полетели, тот вертолет сбили. Наш вертолет, да, как раз сбитым был Николай Юрьев с РАЦИ, да? И Федор Глоков погиб, и экипаж погиб. Один борт техник вышел на полку с ума сошел, да? Слепого рога. Вот, а наш вертолет, ну побили, что-то там прострелили, но потом куда-то мы постреляли, значит, в конце концов прилетел МИГ какой-то, ему дали целеуказание, так называемое, для меня это один из самых кошмарных воспоминаний в жизни, потому что бьет до ЖК, да, в упор, да, МИГ, и вот наш вертолет летит, в упор, думаю, что лицо может, если сошли? На таких маневрах делают, а они лоб, значит, те в лоб лопят, а они, значит, в лоб прилетят. Оказывается, надавали целеуказание, потому что доверяли трассерами, а где-то вверху полкался, значит, прилетел самолет. Вот он увидел, доложил, что целеуказание получил, бросил бомбу, тогда вот в ДЖК тут уничтожили, потом уже там высаживал 9-й рот, это уже 6-й рот, потом из Паграма прилили 9-й рот и так далее. А Георгий Гладков погиб. И вот такая песня, которая для меня сказана, хотя он там напрямую не упоминается, но это имя у него памятник. Он был очень красив, я его не забуду, помян древний город трех тысяч пещер, в скальных книжах две станы, два исполина, два луна, символ вечности вер и забвения вер. В Паграме Ангской долине цветут обрековцы, пеноградные лазоны, обриты стволы, там жорчат ручьи, там гребут водосбросы, там дома, как чаеки, на дне пиалы, даже солнце весь день не горит и сияет, даже ветер всю ночь только дышит слегка, и дорогой царей под окопу проплывает, на жерелье долины, тенью облака. Будут все медпертой питаться в столетии, времяя пощадила их каменных лиц и надменным покоем. На путника светит пустота, их изъеденный ветром глазниц. Будут были одеты и глину, и злато, злато сняли по голову, а глину ветра. Будут были бедны, будут были богаты, будут были богани, их память и стран, и вечалы горды, и поступные всевластные, хорошие стуканы. Но выкрутил взгляд человека внизу, был живым и прекрасным, запрокинувший голову русский солдат в Брянской долине. Вот, кстати, Владимир Светланович Маговик, он там пытался пробиться купавшего вертолета по земле, да? Но у вас только подрывы были, и все прочее. Ну, там было, конечно, нереально. Так, что еще что? Вот, вот.